Датский суд в четверг утвердил решение генерального прокурора отменить выдачу гражданки Латвии Кристины Миссоне Южноафриканской республики, и женщина будет депортирована в Латвийскую республику. Генеральный прокурор Дании принял такое решение, потому что генпрокуратура Латвии, получив новые доказательства, смогла выдать европейский ордер на арест Миссоне и потребовать ее выдачу. Для этого Латвии пришлось начать против нее уголовный процесс по подозрению в подделке документов, похищении чужого платежного средства и игнорировании решения суда и сиротского суда. Как сообщалось, в среду 19 февраля министр юстиции Янис Борденс отправил письмо датскому коллеге и генеральному прокурору Дании, в котором обосновал необходимость выдачи Латвии Кристины Миссоне. Напомним, 12 февраля депутат Сейма Мартинш Пондерс направил письмо министру иностранных дел Латвии Эдгару Ринкевичу с просьбой оценить возможность запретить послу Дании продолжать работу в Латвии. В своем обращении Бондерс указал, что Дания открыто игнорирует призывы должностных лиц Латвии сотрудничать по делу госпожи Миссоне, нарушая Конвенцию Евросоюза о невыдаче граждан Европейского Союза третьим странам. Он также подчеркнул, что таким образом нарушаются права и самой Миссоне, и ее несовершеннолетних детей, а жизнь женщины ставится под угрозу. Кристина Миссоне, опасаясь за свою безопасность и безопасность детей, покинула Южноафриканскую республику и вернулась в Латвию вместе с детьми. В декабре 2018 года женщина была задержана в Дании, так как находилась в розыске Интерпола по запросу ЮАР за похищение ребенка. Доуговская городская дума планирует увеличить количество мест в муниципальной программе летнего трудоустройства старшеклассников, и на данный момент обсуждается вопрос о создании дополнительных рабочих мест. Вчера на комитетах по образованию культуры и финансовом комитете было одобрено дополнительное финансирование досуга молодежи, трудоустройства летний период. То есть увеличены на 170 мест для возраста от 15 до 19 лет, для чего требовалось где-то примитительно дополнительное 46 тысяч евро. Всего же в 2020 году в данной программе самоуправления смогут принять участие 1652 школьника. Также есть такая программа еще государственной агентуры трудоустройства, где тоже самоуправление участвует, и в этой программе мы тоже софинансировать будем 100 детей в летний период. По этой программе можно заработать минимальную заработную плату, тогда 430 евро, и работать до двух месяцев. Но эта программа существует для предпринимателей, для учреждений различных. Мы софинансируем именно для своих предприятий. Поэтому мы вторую часть финансируем, одну часть финансирует государство, вторую часть – сам правление. Следует отметить, что 29 февраля в 11 часов начнется электронная регистрация для школьников от 13 до 14 лет на летнюю работу в этом году. Регистрация продлится до 6 марта, и этим летом в своих школах смогут поработать 412 учеников. На ближайшем заседании Думы будет рассмотрен вопрос о выделении софинансирования трем городским обществом инвалидов. Общество Илгаз претендует на финансовую поддержку Думы в размере 7 479 евро. Даугубское общество инвалидов рассчитывает на получение также 7 тысяч, а спортивное общество инвалидов «Солос Плюс» на 774 евро. На сегодняшний день в этих организациях работает 18 человек. Заработную плату им оплачивает Государственное агентство занятости в рамках проекта «Мероприятие для определенных групп лиц». Финансирование, которое просит общество, предназначено для оплаты отпуска людей с инвалидностью. Буслаби Дари по таким лозунгам в Карсовском крае в Малнамском колледже прошел форум лидеров и школьных самоуправлений. Главная цель мероприятия – понять актуальные потребности молодых людей, а также способствовать их участию в различных конкурсах и проектах, которые организует самоуправление Карсовского края. Наша основная мысль такова – показать им, что они знают и могут воплощать свои идеи в жизнь сами. Мы же, в свою очередь, должны им показать, что именно они могут сделать и как этого достичь. То есть мы им показываем направление, в котором они могли бы развиваться. Показываем ресурс, которым они могли бы воспользоваться. И если это в наших силах, то мы им, конечно, обязательно поможем в реализации их идей. На площадке форума параллельно ребята работали в шести группах. Цель – создать свой план мероприятий на 2020 год. Они должны были это сделать совместно, придя к общему знаменателю. Я очень надеюсь, что полученные сегодня рекомендации нам пригодятся, потому что мы хотим претворить в жизнь идею организации киновечера. И сегодня можно сказать, что у нас все получилось. Почти. Дата определена. Это 16 марта. Ну а как пойдет дальше – посмотрим. Участники форума отмечали, что проведение таких мероприятий – это отличная возможность высказать свое мнение, услышать других, а также начать работать в школьных самоуправлениях, потому что это оказывается интересно. Я рада, что у нас проходит такой форум для молодых людей, где можно познакомиться друг с другом, поделиться своими мыслями, опытом, придумать нечто новое. Это мероприятие развивает не только молодых людей, но и дает понимание другим. Допустим, если реализована какая-то идея, то эту идею можно продвигать и дальше, привлекая для ее реализации взрослых. Форум стал первым мероприятием, проведенным на таком уровне, и его участники пообещали, что в ближайшее время такая встреча состоится вновь, но на сей раз она будет посвящена волонтерскому молодежному движению. Ругельский котлован является одним из самых популярных мест отдыха дугой полчан, которые приезжают сюда не только летом, но и в другое время года, чтобы забыть на время о рабочих буднях, подышать свежим воздухом и насладиться красотами природы. Однако далеко не все отдыхающие оказываются законопослушными. Кто-то считает вполне нормальным, приехав сюда оставить после себя горы мусора, полагая, что за ними кто-то приедет и это все уберет. И действительно, в нашем городе есть люди, которые не могут пройти мимо такого безобразия. Они не ждут приглашения на большую толоку. Эти люди стремятся навести чистоту в своем подъезде, дворе, в общественных местах отдыха уже сегодня. Айвар и его супруга – одни из них. Давать интервью на видеокамеру категорически отказались. Это не повод показывать нас по телевизору, говорит Айвар. Но в телефоном разговоре рассказал, почему они это делают. Я даже не знаю, почему. Как-то вот так. Мне хочется пройти по частоте. Никогда не попадались те, кто все-таки оставляет этот мусор там? Мне, честно говоря, не попадались. Все жаль, что мне не попадали. И, конечно, я уже потуху на взводе, что, не знаю, даже хочется, что-то хочется сделать тому, что когда-то выбросит. Действительно, вот они просто на машинах, когда приезжают отдыхающие, на машинах, это, видно, молодежь такая, бесшабашная. Эти кофейные стаканчики, салфетки, которые с гамбургерами, бутербродами своими. И выбрасывают, просто выбрасывают, наверное, с этого с окна. От центра до рогили пять минут. И выпадаешь в такую природу, где даже вот лебеди прилетают там. Конечно, большинство жителей нашего города очень бережно относятся к природе. И надо признать, что с каждым годом их становится все больше. Обращаем ваше внимание. Начиная со 2 марта на перекрестке улиц Лудзас, Варшавас, Андрея Пумпора будут изменены приоритеты движения автотранспорта. Об этом сообщает Управление коммунального хозяйства. Водителей просят быть осторожными и следить за дорожными знаками. Напомним, на данном перекрестке аварии происходит постоянно. Одно из последних тяжелых ДТП произошло 19 февраля, в котором пострадало 4 человека. Два водителя транспортных средств и два пассажира были доставлены в больницу с различными травмами. До ежегодной церемонии вручения Боникс осталось два дня. Эта награда вручается за достижения в области культуры Латгальского региона, за сохранение и развитие традиционных ценностей нашего края. В этом году в числе 30 заявленных номинантов значится и цикл программ телеканала ЛРТ+. Латгала, Спилс и Тустасты. Это 8 небольших документальных фильмов, в которых рассказывается о жизни людей в больших и маленьких городках. В этой работе показаны взгляды обычных жителей на культурные ценности, традиции и возможности развития региона, а также на информационную среду и будущее латгальского языка. Напомним, награда года будет вручена ее обладателям 23 февраля в Резакне. Оценивать претендентов будет жюри, в состав которого вошли несколько десятков специалистов в различных областях. Проголосовать за своего фаворита, который получит приз зрительских симпатий, еще можно на портале lakuga.lv 10 марта в Дагубинском театре пройдет 11 церемония вручения символа знаний и вечной молодости Дагубинского университета «Золотого яблока» Гесперид. Награды года вручаются лучшим работникам и студентам университета, а также партнерам по сотрудничеству, которые внесли свой вклад в развитие и популяризацию вуза в 2019 году. «Золотое яблоко» будет вручено в семи номинациях студент года, преподаватель года, СМИ года, достижения, сотрудник года, благодетель года и школа года. До 2 марта все желающие смогут заявить своего кандидата на одну из вышеупомянутых номинаций, который, по их мнению, достоин этой награды. И уже впоследствии специальная комиссия оценит все заявки и определит имена обладателей «Золотого яблока».